Мы приветствуем подписчиков и гостей канала все о стиральных машинах и бытовой технике. Сегодня у нас топ 7 рейтинг лучших тонометров по отзывам покупателей. Ссылки на лучшие тонометры вы найдете в описании к данному видео. Пожалуйста, переходите, смотрите. Ну а наш рейтинг возглавляет, пожалуй, самый массовый тонометр Amron M2. В данном случае эта модель, ну, во-первых, очень сильно распространена в клиниках и в частных, и в государственных. То есть, одно время даже компания распространяла именно вот эту модель с целью провести какие-то испытания массовые, да, ну и собрать отзывы не только от клиентов обычных, да, но и от специалистов в том числе. Поэтому данная модель самая массовая и, кстати, они очень хорошие оценки. 2485 рублей стоит данная модель. Можно, кстати, и поискать подешевле варианты среди продавцов на Яндекс.Маркете. 4.9 средняя оценка, ну, немножко подпортили оценку среднюю. Несколько, скажем так, отзывов от конкурентов накрученных. Вообще, как бы, идет пятерка очень часто на различных площадках. Данный тонометр имеет манжету среднюю 23-32 сантиметра. Он идет автоматически, измеряет не только давление, но и пульс. Точность измерений, конечно, не на самом высоком уровне, но она идет выше среднего. Поэтому, если в бытовых условиях используете, то его вполне достаточно. Он работает как от сети, так и от батареек. Есть голосовое оповещение и автоматическая память последнего измерения, что бывает полезно, да, для именно эксплуатации прибора. Ну, и соотношение цены и качества хорошее, поэтому присмотритесь. На втором месте у нас расположился тонометр BVL PRO 33. Данный тонометр не так много имеет оценок, но средняя 4.9 тоже идет. 1670 рублей он стоит. Автоматический тонометр. Манжета универсальная 22-42 сантиметра, что, в принципе, превосходит по параметрам предыдущий образец. Питание осуществляется от сети или от батареек. Измерение пульса тоже есть функция, но точность не подтверждена, да, вот у этого и у этой именно модели. То есть, если предыдущее подтверждает качество просто банально объемом испытания, да, то есть огромное количество и специалистов, и обычных пользователей указывают, что тонометр более-менее точный BVL здесь непонятно. Тоже есть автоматическая память последнего измерения, но плюсом является то, что эта модель компактная. Следующий вариант это тонометр BVL PRO 35. Данная модель более новая, да, в отличие от предыдущей, но не такая удачная может быть. Манжета универсальная 22-42 см, тоже идет питание от батареек, есть измерение пульса, автоматическая память последнего измерения, 30 результатов измерения. То есть, по сути, корпус стал больше, больше запоминает результатов измерений, ну а по качеству ничего, то есть большой разницы нет. Хотя вот данная модель большее распространение получила, и на Яндекс.Маркете огромное количество отзывов, причем люди пишут очень хорошо, что, мол, она одна из самых точных на рынке. Не знаю, не проверял эту информацию, от специалистов подтверждения не приходило. 2043 рубля стоит. На четвертом месте у нас расположился тонометр Microlife BP-A2. Это компактная модель, очень нравится людям за счет того, что ее можно везде с собой таскать. Ну, не знаю, можно для этого приобрести еще более компактную, ну, не важно. Данная модель конкретно большого количества отзывов не имеет на Яндекс.Маркете, но характеристики весьма неплохие. Манжета 22,42 см, большая, питается от аккумуляторов и от батареек, то есть в этом тоже плюс. Функция измерения пульса имеется, большой дисплей, на котором видны показания, быстро реагирует, то есть после того, как измерение уже произошло, моментально выводит информацию на дисплей. Автоматическая память последнего измерения и прочие функции. Стоит нормально, 2030 рублей. Далее, пятое место у нас тонометр Amron RS2. Вот данную модель, в общем-то, люди забраковали в последнее время, причем есть несколько реальных отзывов о том, что вот как бы не точно он мерит, что его сравнивали с Amron'ами другими, и у него результаты имеют самую большую погрешность. Ну, в общем-то, массовых испытаний не проводилось, поэтому подтвердить или опровергнуть эту информацию не могу. Но характеристики неплохие. Манжета средняя 23,32 см. Он работает как автоматический тонометр на запястье, поэтому пожилым людям не рекомендуется его использовать. Двойной метод измерения пульса, режим нескольких измерений, автоматическая память последнего измерения. 2183 рубля стоит. На шестом месте у нас расположился автоматический тонометр Microlife BP3AG1. В данном случае вот этот тонометр, он уже так подустарел, но по-прежнему актуален ввиду того, что он отличается неплохой точностью измерения и невысокой ценой. У него средняя манжета 23,32 см. Работает как от сети, так и от батареек и может мерить пульс. Экранчик сравнительно небольшой у него, но тем не менее людям нравится, как его брали несколько лет назад, так и берут стабильно сейчас. То есть хороший тонометр, очень подробная к нему инструкция идет, удобная манжета с хорошим обхватом. Ну и в принципе люди считают, что им лучше и не надо. 1865 рублей стоит. Ну и наконец на седьмом месте у нас расположился механический тонометр LD71 со стетоскопом в комплекте. Он дешевый, но дело тут даже не в дешевизне, а в том, что он более-менее качественно сделан. И он подходит людям, которые не признают автоматические тонометры, потому что есть индивидуальные случаи, когда плохо слышит, так скажем, обычный автоматический тонометр давления, выдает непонятные показания, а механический тонометр позволяет собственное давление прослушать. Ну или, допустим, другому человеку, если родственнику вы измеряете. Также врачи некоторые не признают автоматические тонометры, предпочитая слушать давление, потому что, ну, есть определенные нюансы, которые не распознает, скажем так, автоматический тонометр. Если это ваш случай, то выбирайте такой именно тонометр LD71. 641 рубль всего лишь стоимость, хорошее качество, ну и добротно сделаны. Ссылки на лучшие тонометры вы найдете в описании к данному видео. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх, жмите на кнопочку подписаться под видео, жмите на колокольчик и всего вам хорошего.